Приветствую вас. Как и сказали вам мои коллеги, значит, основная проблема заключается в том, что вы переживаете за то, что является нормой для детей 9-12 лет. Вы переживаете за то, что они расстроятся, но на самом деле это нормально. То, что кому-то кто-то достается, кому-то кто-то нет. Я думаю, что здесь с одной стороны требуется определиться с вашими чувствами, с вашими эмоциями, почему вы боитесь. И с другой стороны постараться обеспечить доступ всем детям, значит, ну, к королям. То есть, к примеру, вы можете устроить голосование, вы можете сами определить, как вот преподаватель, да, то есть, выпьем как преподаватель, можете определить, какой ребенок лучше всего сыграет ту или иную роль. Вот. И здесь никакого недовольства не будет, потому что вы учитель, вы так решили. Но можно и что-то по-другому сделать, да, это зависит от ваших возможностей и отношений с детьми. Вот. Понимаете, какая история? Ну, я думаю, что ключевой аспект сейчас в том, что вы переживаете. Вот. Угу. 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 Я думаю, такой, это ключевой аспект. То есть, вы боитесь. Боитесь. Того, что получите, будут недовольны. Хотя, вас это волновать не должно. А если волнует, то получается, что это уже мешает вам вести свою преподавательскую деятельность, адекватно вести ее. Вот. Потому что эмоции, да, они вам мешают. Объективно они вам мешают. Ваши эмоции, да, переживания. Вот. Вы пишите, эм, как избежать эм, такой ситуации, что в этом случае сказать людям, чтобы они не расстраивались. Вы же понимаете, наверное, наверное, сами, наверняка понимаете, что у всех есть свои способности. Абсолютно указывает свои способности. И как бы, если вы отберете, например, детей самостоятельно на роли, то у вас есть аргумент, что вы решили по способностям ребенка. Если вы предложите игру, да, то есть, допустим, несколько, несколько ролей, на несколько ролей несколько претендентов, например, то будет это будет игра, будет это будет соревнование, будет это будет голосование, в конце концов, да, что если вы берете, скажем, скажем, какую-нибудь демонстрационную роль и даете ее сыграть нескольким претендентам. А другие сидят и смотрят. Вот. И потом они голосуют. Вот. Вот так. И никому тогда обидно не будет, в принципе. Но очень важно, чтобы у детей не было времени сговориться и скооперироваться, чтобы они не знали об этом, чтобы они не успели друг с другом, там, ну, договориться, чтобы они не успели друг у друга попросить. Вот. В случае, если дети, там, дружат между собой в коллективе, да, то сделать это невозможно будет. То есть невозможно будет голосование, невозможно будет, значит, сделать такой конкурс на роль. Вот. Но в целом, в целом, если вы преподаете актерское мастерство, то я полагаю, что в актерском, в актерском деле есть кастинг, и картинг нельзя игнорировать, как явление. Вот. Соответственно, вы можете попробовать... И данный фактор внедрить в обучение. Потому что это... Справедливо. Было бы. Вот. Я думаю, так. Но всё-таки, всё-таки, с чего вам нужно начать, это с того, почему вы переживаете. И... Чего вы боитесь. Вот. Само как. Это... Это очень мешает вашей работе. К сожалению. И создаёт сверх мотивацию, сверх мотивацию, всем угодить. Хотя, на самом деле, это невозможно. Совершенно, совершенно очевидно, да. И понятно, что невозможно. Вот. Так. Это ваша цель. С одной стороны. Поработать над собой и... Убрать переживания. Раскрыть его. Может быть, вы не уверены в себе. Может быть, боитесь работу потерять. Может быть, ещё что-то. Это с одной стороны, да. А с другой стороны, подумать, как лучше, исходя из коллектива, да, сделать... Наиболее доступный... Наиболее доступный... Вид... Реализации ралли. Ну... Тут можно позоветоваться с психологом, потому что мы не в курсе вашего коллектива. То есть, если, к примеру, уже у вас были постановки, да, вот, что... Вы можете определить способности ребят и, соответственно, самостоятельно подобрать. Вы не знаете, какой спектакль у вас будет, да? А-а-а... Вы пишите грушок актёрского мастерского мастерства для детей. Небольшой спектакль. А-а-а... Вот, расспросите, проведите опрос, проведите тест. А-а-а... В кого бы дети хотели сыграть? То есть, вот, список героев, персонажей, спектакль. Вот. И дайте список детям, кого бы они хотели сыграть. Вот. То есть, ну вот, напишите на... Э-а-а... Список. На листочках. И дайте детям. Скажите, что... Там, может быть, до трёх вариантов, кого бы они хотели сыграть. Можно, исходя из этого, подобрать... Э-э-э... Роль. Можно сказать, там... Ты хотел сыграть... Да вот, а вот тебе... Такая роль. Ты хотел сыграть... Да вот, а вот тебе... Такая роль. Только не надо писать, что это главная роль. А-а-а... Просто персонажа. Просто персонажа. Да? Именно рецательная. Пират, принцесса... А-а-а... А-а-а... Такая роль. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.